Всем привет! Это подкаст «Собака съела дневник», в котором мы отвечаем на давнешний вопрос. Вот я сдал экзамены, и что же мне делать? Куда поступать? На кого учиться? И именно в этом сезоне мы берём интервью у разных людей с интересными профессиями, ну, по крайней мере, интересных нам, и задаём им разные вопросы. Как они работают? Что они вообще по жизни делают? И этот выпуск, к счастью, не исключение. В этот раз у нас в гостях будет патологоанатом. Патологоанатомка? Сейчас, я скажу тебе, нет, нет. В общем, женщина-патологоанатом, которая расскажет нам, как вскрывать трупы, как с ними работать и всё такое. Я Ваня. Я Егор. Я Ануша. Ваня, Ваня, правильно говорить патологоанатка. Ну, вообще, инициатива патологоанатома была моя. Мне просто интересно посмотреть на человека, который работает с трупаками. Я точно не буду поступать на врача, потому что я для себя давно это определил, а тем более на врача, который с трупами работает. Мне просто интересно послушать, что говорят эти люди с остальными нервами. Сама профессия, я ни разу до этого не сталкивался, и меня ни разу что-то не вскрывали пока что. Ну, короче, никогда о ней не думал, никогда я не рассматривал в качестве работы. Мне, честно говоря, не очень приятно было бы работать с мёртвыми телами. Если человеку, в принципе, ок, то что в этом плохого? Пусть работает, как бы. У меня такая позиция. Ну, может, человек маньяк просто, но вдруг таким образом он своё маньячество скрывает? Ну, если честно, это немного не моё в плане, потому что, интересный факт, один раз я случайно послушала выпуск подкаста, так вышло, тоже выпуск подкаста в студии Либо-Либо про некрофилию, и теперь я не очень хорошо переношу слово труп. Детство испорчено. Понимаемо. Ну, это не самое приятное дело, в принципе, по крайней мере, для меня точно, и как-то не очень. Мне очень понравилось, как эта девушка ведёт свои социальные сети. У неё очень прикольный твиттер, мы его тоже почитали, кстати, в подготовке к этому выпуску. Мы оставим ID этого твиттера у нас где-то вот в описании подкаста, которая будет в группе ВКонтакте, наверное. Почитайте, очень интересно почитать мысли человека, который работает с мертвяками, тем более на постоянной основе. Меня зовут Дарья, я врач-патологоанатом, мне 28 лет. Работаю в нескольких стационарах города Санкт-Петербурга, преподаю свой предмет в высшем учебном заведении. И, кстати, ведёте твиттер. Мне за это не платят. У меня вопрос, в чём заключается ваша работа? Вы могли бы объяснить более-менее понятно? Это на самом деле очень распространённый вопрос, чем же мы занимаемся. Патологическая анатомия — это фундаментальная дисциплина. То есть это самая всеобъемлющая наука в медицине. Это основа основ. Нет ни одного, по сути, нормального диагноза без патологоанатомической какой-то подоплёки. То есть мы занимаемся и клиническими состояниями, болезнями, и изучением влияния болезни на организмы и расследованием их первопричин. В первую очередь мы врачи для живых. Когда людям говорят, чтобы мы отправили кусочек ткани на исследование, это имеется в виду как раз-таки патологоанатомическое исследование. Мы берём вот эти кусочки ткани. Это может быть аппендикс, это опухоль, какое-то образование кожи. Всё-всё-всё, что отрезано от человека, должно быть исследовано нами. Мы эти кусочки нарезаем на более мелкие кусочки. И мы изучаем клетки в микроскопах. Да, а можете тогда ещё вот рассказать? Потому что, насколько все понимают, патологоанатомы – это люди, которые вскрывают трупы людей. Но можете ещё как-то рассказать, чем вы занимаетесь? Только общо, скажем так. Да, конечно, мы вскрываем людей. В среднем вскрытие – это 10% работы днём. Остальные 90% – это исследование биопсийного материала. То есть все отрезанные родинки, аппендиксы, опухоли, материал полученный от живых срезы – и есть основной наш фронт работы. То есть мы ставим диагнозы живым людям, которые ждут нашего заключения, и от этого заключения будет зависеть их дальнейшее лечение. Вам не обидно? Ну, какие-то жуткие, неточные? Вас не расстраивает, что многие люди на полном серьёзе думают, что вы, например, работаете только с трупами. Как мы, например, так думали? Ну, мы сами периодически пошучиваем, что, например, патологоанатомы настолько суровые, что даже когда моргают глазами, делают морг-морг. Больше расстраивает абсолютно неинформированность людей о том, чем, собственно, кто в медицине занимается. И вот больше меня расстраивает именно это. И, собственно, на этом основан мой твиттер. Мне хочется просветить людей о том, что, блин, мы едим трупы, не раскидываем мясо по стенам. Мы исследователи в первую очередь. Мы занимаемся тончайшей работой. То, что там представляют люди, что у нас там горы, каких-то трупов, и мы в них ковыряемся 24 на 7. Это совершенно не так. Совершенно. Моя основная работа, я работаю в научно-исследовательском институте. У нас было 10 вскрытий в код исследованного материала от живых людей полторы тысячи человек. А трупаков же много. Куда вот все они уходят? У нас они лечатся и излечиваются. А сейчас в подкасте «Собака съела не уник» внезапная и совсем непостоянная рубрика «Три факта из жизни патологоанатома». Естественно, все факты взяты с треда в твиттере нашей гости. После вскрытия голод просто звериный. Работа тяжелая физически, и секция может тянуться, а запах сырого мяса для хищников. Ну, вы поняли. Самая раздражающая вещь на свете – это тупые ножи. Ничего на свете больше так не бесит. После проведенной секции все органы, в том числе головной мозг, зашиваются в брюшную полость. Ну, как говорится, цезарю цезарева. Что вам больше всего нравится в вашей профессии? Ох, какой интересный вопрос. На самом деле, мне нравится абсолютно все, за одним большим исключением – огромным количеством бумаги. Бумажная работа отбивает желание заниматься чем угодно у врача любой специальности. Мне очень нравится работать с микроскопом. То, во что складываются клетки, иногда производит просто впечатление неизголодимое, что бегаешь по всем коллегам со стеклом и кричишь, «Посмотрите, посмотрите, у меня тут такая красота». Правда, обычно то, что красиво для патологоанатом, очень плохо для пациентов, потому что это необычно очень грустное заключение. Мне нравится вскрывать. Есть расхожее мнение, конечно, по этому поводу, но без вскрытия и понимания механики нет. Патологоанатома четкого представления. Мне нравится разбираться в сложных случаях, докапываться до сути. Есть вот такая расследовательская нотка все-таки в специальности, что надо разобраться, тончайше про все проанализировать, понять. Поэтому, собственно, и на каждое вскрытие дается месяц для проведения дополнительных исследований, для формулировки окончательного патологоанатомического диагноза, для возможной консультации с более узкими специалистами, потому что, как ни прискорбно, все знать. В этом и прелесть, что ты можешь пообщаться, посоветоваться. У тебя есть время на принятие решений, показать старшим всегда. То есть у тебя такая коллективный разум, и ты каждый раз обогащаешься какой-то новой информацией, никогда не стоишь на месте, постоянно двигаешься куда-то вперед. Это просто восхищает в работе. То, какими непостижимыми путями текут болезни, и во что они трансформируются, не устает меня восхищать. Вы когда-нибудь вымещали злость на трупе? И если у вас, например, плохое настроение или хорошее, это влияет на результат? Нет. Потому что я подхожу к вскрытию с исследовательской точки зрения. Передо мной объект исследования, который был живым человеком. Существует медицинская этика и диантология, в конце концов, которая, в общем-то, регламентирует правила общения с пациентом, живой он или мёртвый. Мы стараемся максимально тактично, если можно, так сказать, обходиться с телами, не допускаем никаких лишних разрезов, которые могут пациенту как-то повредить. Есть другие способы вымещения своей злости, а уж если результат исследования зависит от моего настроения, то я очень хиро-специалист. По-моему, чтобы пойти на доктора, нужно сдать хорошую химию, биологию и обществознание. И вы уже в школе понимали, что с этим будет связана вся ваша жизнь, то есть именно с этой профессией. Или у вас был немного смещённый акцент на всё это. Вы думаете, что вы просто будете работать в обычной поликлинике или хирургом, но именно патологоанатомом? Для поступления в медицинское общество знания сдавать не надо. Биология, химия, русский язык. Когда я поступала, естественно, как и все, я романтизировала медицину. Мне хотелось в школе лечить, спасать. Когда я уже поступила в медицинский университет и начала изучать морфологические науки, которые связаны со строением тела, я поняла, что, скорее всего, именно с этим я и свяжу свою дальнейшую деятельность. И когда на третьем курсе оказалась на кафедре патологической анатомии, как и все студенты, я поняла, что всё, вот оно моё место, моя дальнейшая судьба. Потому что человеческое тело — это просто шедевр эволюции, потрясающе устроено, максимально интересное, как протекают болезни, проявление болезни. Это просто невероятный интерес вызывает каждый раз. А вы на кого учились? И если вот, предположим, я захочу быть патологоанатом, есть ли у меня какие-то опции, куда я должна идти учиться, чтобы пойти на эту профессию? Обучение мы все проходим одинаково. Есть додипломное образование 6 лет, которое проходят все, абсолютно все. И только после получения общего медицинского образования, вот эти вот 6 лет специалитета, мы идём на последипломное образование, это ординатура, и получаем уже специальность. И там уже выбираешь, после этих 6 лет, ты можешь выбрать себе ещё специальность, и в любом случае учишься ещё минимум 2 года, чтобы получить возможность работать с тем, кем ты захотел стать за эти 6 лет. Соответственно, нужно закончить медицинский университет по специальности лечебное дело или педиатрия, и после этого поступать в ординатуру по патологической анатомии. Это ж сколько доктора учатся, получается? Лет 9? Минимум 8, да. Ладно, это очень много. А если человек принимает неправильное решение, он понимает, что он не хочет связывать с этим свою жизнь, то есть он всегда воспринимал это как какой-то герой, а потом оказалось, что это рутинная работа. Будучи на пятом курсе. Да, он же потерял так много... Ну, не потерял, это всё-таки пригодится, но он так много времени потратил скорее не на то, чем бы хотел заниматься. Что в таком случае вы бы ему посоветовали? Действительно, такое, к сожалению, случается, но с медицинским образованием и с неоконченным тем более дороги особо-то никуда и нет. Честно говоря, даже толком не интересовалось, как складывается дальнейшая судьба тех, кто отказался от медицинского образования в пользу какого-то другого. Можно доучиться и тоже там в какие-то смежные специальности перейти, косметологией заняться. Многие девочки так делают. Но советовать мне тут могу только сочувствовать, потому что это действительно колоссальные трудозатраты, затраты времени. И когда понимаешь, что это не твоё, это очень-очень обидно. У нас закончился основной блок вопросов, и теперь мы хотим вам задать какие-то вопросы про вашу личную жизнь. Ну, не обязательно прям личную, но просто как бы про вашу жизнь. Не то, чтобы прям связанной с вашей профессией. Тогда и мы поехали. Сколько вы зарабатываете? Ну, в среднем получается около 40 тысяч рублей. Это достаточно немного, потому что у нас специфическая работа и специфический объём работы, поэтому мы все где-то по совместительствам ходим. Побольше зарплата в городских больницах, но тут и нагрузка в разы выше. То есть, по сути, зарплата адекватна в водной нагрузке. Ну, вот так где-то и живём. А вот когда вы были подростком, ну, это там буквально от 13 до 18-19, вас тоже интересовала смерть, болезнь и вот это вот всё? В 13 лет я практически до победного конца достаточно на высоком уровне занималась спортом, и меня интересовала учёба и тренировки. То, что там смерть, умирание, ну, поскольку это естественное течение жизни и без этого никуда не деться. Естественные науки, химия, биология, да, мне были очень интересны. Собственно, вот это вылилось в медицину в итоге. А как ваши близкие и, может быть, родители относятся к вашей работе? Мама, в общем-то, она всегда меня поддерживала исторически. В момент принятия решения о поступлении в интернатуру, да, когда я уже выбирала профессию, она тоже меня поддержала. Главное, чтобы работа приносила удовольствие, а не то, что подумают окружающие. А храните ли вы какие-нибудь останки вдруг своих пациентов? Потому что вы говорили, что у вас дома череп есть. А может быть, ещё что-то такое вдруг? Ну, это не останки моих пациентов. Да, это анатомические препараты. У меня есть череп и сердце. Этим занимаются специальные лаборатории. Я в одной из них в студенчестве подрабатывала. И они мне, в общем-то, их и подарили. Когда вы смотрите ужастики, где постоянно все друга режут, убивают, и там происходит, типа, прочее насилие, вы смеётесь, и вам смешно от неточности. Как вообще воспринимаются все эти хорроры-слэшеры? Ну, хорроры меня больше пугают. Как бы там неожиданно кто-то откуда-то выскакивает. Я больше психологически люблю. Но всегда за километр видно, когда это не настоящая кровь, а краска это прям триггерит. Это неестественные какие-то раны. Ну, да, это, естественно, видно. Как когда у Тарантино руку отрезает, это фонтан такой просто. Ну, фонтан может бить, если руку отрезать. Но не такой, как у Тарантино, конечно. Что бы вы сказали себе, 14-летний? Не бойся делать выбор. Если ты любишь свою специальность, специальность полюбит тебя и будет приносить удовольствие и доход. Спасибо большое, что вы к нам пришли. Это было очень интересно. Ну, надеюсь, ещё увидимся при жизни. Вот откуда рождаются все мои боязни. Ну, не страшно. Сейчас на стол. Меня немножечко, в общем, смутило то, что, оказывается, подолгонатомы не всё время ковыряются в мёртвых людях, разрезают их. Но в любом случае, раз это есть, значит, это правда. Хотя чуть-чуть. Ну, в общем, в принципе, всё, как я ожидал. Только, оказывается, бюрократия и бумажная работа больше. Это, в принципе, всё. Да, у меня то же самое, что и с Ваней. Вот прям то же самое. Мне не совсем нравится эта работа, потому что она была бы для меня скучноватой. Заниматься почти каждый день одним и тем же, рассматривать клетки, просто рассматривать ткани, это не совсем для меня. Вот. Это прям очень на любителя, думаю. Это был подкаст «Собака с хилл дневник». Спасибо вам, что вы нас слушали и поняли, кто такой... Кеминсивы. Патологоанатомка. Подписывайтесь на нас во всех наших соцсетях. Слушайте нас там, где вы нас слушаете. Это был Ваня. Я Ануша. Я Егор. Пока. Это подкаст студии «Либо-либо», который мы записали с продюсерами Полиной Агарковой и Алиной Белят и звукорежиссёром Павлом Цуриковым. Продолжение следует... Продолжение следует...